Здравствуйте! В эфире «Субботник» информационная программа «Вести Карачаева Черкесия». В студии Руслан Жукаев и коротко о главном. Интернет во все образовательные и медицинские учреждения Карачаева Черкесия. Процесс решения этой задачи Рашид Тимрезов детально обсудил с коллегами. Новая школа и как будут внедрять киноуроки в школах России. Эти наросы обсудили новый федеральный проект. Как правильно работать с особенными детьми и как правильно развивать своего ребенка. Об этом гость программы психолог Аида Куртенова. До конца года все образовательные и медицинские учреждения Карачаева Черкесии будут обеспечены широкополосным доступом к сети интернет. Процесс решения этой задачи глава республики Рашид Тимрезов детально обсудил с коллегами. В текущем году доступом в интернет будут обеспечены еще 52 школы и 43 ФАПа. Скорость потока информации будет достаточно высокой, чтобы школьники и педагоги могли участвовать в различных образовательных программах и конкурсах. Сотрудники фельдшерско-акушерских пунктов проводить телемедицинские консультации. Кроме того, министр цифрового развития республики Руслан Коваленко проинформировал и о других направлениях одной из перспективных внедрения платформы обратной связи для населения, чтобы граждане озвучивали свои вопросы. В исполкоме регионального отделения партии «Единая Россия» в рамках федерального проекта «Новая школа» состоялось общественное обсуждение вопросов дополнения корректировки национальных проектов образования и демографии. Также состоялась презентация проекта «Киноуроки в школах России». Подробности у Мурата Джанкезова. Открывая встречу, председатель комитета парламента республики Алексей Ганшин рассказал собравшимся о наиболее актуальных событиях в сфере образования и как партийный проект «Новая школа» помогает в их реализации. У нас национальные проекты пересекаются с федеральными проектами и в нашей республике они очень успешно воплощаются. И я думаю, что такие совещания дают возможность нам услышать друг друга и подумать, как нам совместно улучшить эту работу. На совещании отметили, что партийная роль не ограничивается только контролирующей функцией. Основная задача – это повышать эффективность реализации проектов. И именно в этих целях за депутатами как районного, так и республиканского уровня закреплен тот или иной строящийся объект. ЦИК партии принял решение о закреплении за строящимися объектами как дошкольными школами депутатов всех уровней, депутатов Народного собрания парламента нашей республики, а также районных депутатов сельских поселений. Для чего? Для оказания содействия. Не для контроля, а для оказания содействия в тех вопросах, касающихся выделения земельных участков своевременно и оказания содействия в завершении установленной сроки. В настоящее время в республике создается единство в системе образования, куда включаются и партийные проекты, которые рассматриваются как стратегические и национальные. Участники заседания уделили большое внимание теме строительства школ и детских садов. В частности, решила о необходимости реконструкции инженерных сетей и подводящей инфраструктуры объектов дошкольного образования, построенных в середине прошлого века. Вторая тема встречи – реализация нацпроекта «Демография». И в этой сфере в республике сделано немало, и работа продолжается. В рамках демографии национальной программы осуществляется строительство детских садов в пяти муниципальных образованиях Карачао-Черкесской республики и в семи объектов в городе Черкесске. Также в этом году мы приступим к строительству садика на 80 мест в городе Усть-Жигута. «Единая Россия» запустила партийный проект под говорящим названием «Киноуроки в школах России». По мнению единороссов, это оптимальная форма, которая соответствует интересам современных детей и решает задачи воспитания подрастающего поколения. Короткометражные телефильмы будут производиться на территории республики. Мурат Шен-Юзова, Лебастанов, Вести Карачаева, Черкесия. По-настоящему февральская и весенняя погода сменилась осадками. В горах Карачаева-Черкесии выше 2000 метров до конца недели сохраняется лавиноопасность. Сейчас прогноз погоды. Как реализуется проект «Успеть значит спасти» представители благотворительного фонда «Доброгорец» уже были у нас в гостях и рассказывали об этом. Сегодня вторая часть беседы. Детский психолог Аида Уртенова расскажет о том, как правильно работать с особенными детьми и какие этапы проходят родители перед тем, как принять правильные меры по развитию своего ребенка. Аида Мусаяна, расскажите, пожалуйста, с какими проблемами сталкиваются семьи, у которых особенные детки, и какова правильная форма поведения для родителей? К сожалению, такие ситуации случаются в семьях, и семьи не готовы на самом деле. Я повторю, наверное, все пять пунктов приятия. То есть прежде чем вы примете ситуацию с вашим ребенком, вы пройдете несколько этапов. Первый этап – это отрицание. Нет, только не со мной, только не у меня, только не в моей семье. В семь поколений до и семь поколений после это невозможно. Второй этап – это обвинение. Мы обвиняем всех. Виноваты врачи, виноваты специалисты, виновата невестка, виноват зять, который выпил не вовремя и не то, что надо. И так далее, и так далее. А свекровь, которая довела бедную невестку до истерики. В общем, второй этап – когда мы ищем виноватых. Третий этап – это когда мы начинаем торговаться с миром, со Вселенной, со Всевышним. Мы продадим последнее, мы отдадим свою машину, свою квартиру, но мы выведем ребенка в норму. И это торговля на самом деле. Тут включается такой спасатель, который готов потерять все в этом мире, не думая о том, что будет дальше. Ну, главное – вывести в норму. Но, к сожалению, когда эта проблема случилась, как правило, очень и очень редко она заканчивается счастлива. И вот в этот момент, когда они осознают, что в принципе уже ничего не сделать, в принципе, вот они вот подходят к пониманию того, что эта проблема есть, родители скатываются в депрессию. Родители скатываются в депрессии. И, к сожалению, эта схема такая, что они могут от одного состояния уходить в другое, возвращаться, идти вперед. Но пока они не переживут депрессию, то есть не отгорюют на самом деле, пока не признают и не проживут это чувство горевания по этой ситуации, они не смогут шагнуть к приятию. Вот только после того, как ситуация будет принята, родитель будет думать разумно, что же с этим делать. Ну, к примеру, к сожалению, у меня нету, но это моя метафора, это моя аллегория. Когда-то она мне пришла. Представьте себе, вам подарили мягкую игрушку. Да, ну вы хотите, чтобы она, ну вот медвежонок, но я хочу, чтобы он плавал. Мы же понимаем, что плавать не будет. Пока я буду водить его на ЛФК, к логопеду, к психологу, я буду его пытаться сделать полноценным медвежонком, который бегает, прыгает, еще и плавать будет. Вот пока я не приму, что плавать ему не дано, ну, как бы от природы, до этого момента я не решу, то ли я ему покупаю скафандр, да, там и водолазный костюм, то ли я ему покупаю, ну, как его называют, спасательный круг. Или в конце концов просто отстаю от него и ищу для него другой путь, более приемлемый. Вот оно, приятие. И, к сожалению, приходят дети и в 7, и в 5, и в 10 лет, а мама все еще не приняла. Мама все еще продает все, что есть, папа продает все, что есть, папа уезжает на север где-то зарабатывать миллионы, чтобы вывести ребенка в норму. А на самом деле мы в этот момент теряем сензитивный период. Что такое сензитивный период? Это тот период, когда мы можем по тем или иным направлениям социализации, речи, эффективного развития ребенка, получить максимум. То есть максимум выжать из того, что у нас есть. А мы теряем это время в том, чтобы собрать деньги, поехать на этот интенсив, приезжает какой-то специалист, мы собираем деньги, и все деньги туда. А зачастую, к сожалению, один из тех вопросов, которые мы поднимали в этом проекте, что первое, что нам нужно, это диагноз. То есть дети приходят и в 5, и в 7 лет с такими диагнозами, как ЗПРР, ЗРР. Но это синдромальный диагноз, который нам не говорит о том, что с ребенком конкретно происходит. Это все равно, что я вам скажу. Яблоко. Яблоко. Вот это яблоко. Делай с ним все, что хочешь. Но я не сказала, что это за яблоко. Допустим, если оно сладкое, можно сварить. То есть никакой конкретики получается. То есть можно сделать варенье, а если, допустим, кисловатый, то компот, к примеру. Пока мы не знаем, что за этой, ну, за занавесой вот этой, мы не знаем, к чему может прийти ребенок. Мы не знаем дальнейшую судьбу этого ребенка. Мы не можем предположить максимум, на который ребенок в состоянии шагнуть. И выжираем, ходя по всем специалистам, мы выжираем то, что может его мозг нам дать. Попрошу любого родителя идти в психокоррекцию, к психотерапевту. Потому что у мамы должны быть ресурсы, у мамы должна быть возможность, у мамы должен быть ясный взгляд на ситуацию. А мы часто проживаем всю свою жизнь, даже не имея проблемных детей, мы проживаем всю жизнь в неких психологических защитах. Очень много взрослых людей не проживает свою жизнь осознанно, не имея проблем на самом деле. И, возможно, в эту семью ребенок пришел именно для того, чтобы вернуть осознанность, вернуть в семью то, что мы называем безусловной любовью. Потому что, когда ребенок рождается, ребенка любят. Ну, вот он родился, все любят, никаких претензий к ребенку нет. Но в какой-то момент с представлением мамы, отца, бабушки, дедушки с идеальным ребенком, и сам ребенок, и его личность сталкиваются, и в этот момент мы начинаем ребенка ломать на самом деле, подгоняя его под общественные стандарты. И тогда еще очень часто люди не задумываются над тем, есть ли за этим проблемы. В Черкесске открылась всероссийская выставка «Без срока давности». Проект направлен на сохранение исторической памяти о жертвах военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны. В Центре военно-патриотического воспитания молодежи представлены архивные документы собранные рабочей группой поискового движения России. Каждый документ отражает весьма важное и весомое доказательство преступления против человечества. Материалы задержат подробности и описание неправовых действий над мирным населением. На фото изображены массовые захоронения и сцены насилия над людьми. Организаторы выставки отметили, что в скором времени она будет дополняться архивными материалами из нашей республики. Сегодня день герой антифашиста. То есть выставка без срока давности о злодеяниях фашистов на территории нашей страны. Выставка будет действовать у нас здесь длительное время. То есть все образовательные учреждения и все желающие могут прийти посмотреть эту выставку абсолютно бесплатно. Планируется, что выставку передадут в Краеведческий музей, чтобы уже все остальные жители города там место поудобнее, чтобы они могли с ней знакомиться. Мы хотим там чуть-чуть ее потом расширить, чтобы она отражала именно Крачево-Черкесскую республику и то, что происходило на территории нашей республики. Дорожники приступили ко второму этапу капитального ремонта участка федеральной дороги А-165 Лермонтов-Черкеск. На участке протяженностью почти 3 километра задействовано порядка 20 единиц спецтехники. Проведение дорожных работ приведет к временному сужению проезда на существующем двухполосном участке. Управление федеральных дорог Кавказ призывает с пониманием отнестись к временным неудобствам. Дорожники активными темпами ведут работы на участке по улице Октябрьской города Черкеска от улицы Даватора до проспекта Ленина. Управление федеральных автомобильных дорог Кавказ призывает автомобилистов быть очень внимательными на данном участке, соблюдать скоростной режим, а также не препятствовать работе дорожной техники. Во избежание образования заторов также предлагаем несколько вариантов объездов данного участка. Круглосуточный телефон диспетчерской службы филиала в городе Черкесске Управление федеральных автомобильных дорог Кавказ код Черкеска 27 06 44. На этом субботний выпуск Вестей подошел к концу. Приятных выходных всего доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!